Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. Давайте возьмем свою кружечку кофе и начнем наш прямой эфир. Сегодня огромное количество спекуляций на тему страданий. И сегодня в нашей интернет-общении Дом Веры, сейчас на экране вы увидите наш веб-сайт, в нашей интернет-общении Дом Веры мы изучаем Священное Писание. И я начинаю серию учений на тему страданий. Вообще, страдают ли люди? Зачем они страдают? Почему страдают? Нужны ли нам страдания? Посылает ли нам страдания Господь? Или это мы сами придумываем все страдания? Я хочу обратиться к каждому из вас, я хочу вдохновить каждого из вас посмотреть на Писание и изучить их в понимании библейского взгляда на страдания. Существует огромное количество спекуляций, огромное количество кривотолков, разночтений. Я сегодня не буду вам преподавать тему религиозного восприятия, потому что, когда религиозные люди, они пытаются трактовать, они очень часто делают традиционное религиозное представление. Я хочу, чтобы у нас было не религиозное представление, у нас должно быть представление библейское. Многие люди не хотят библейское, они хотят религиозное, православное, баптистское, еще какое-то восприятие. Я вам хочу, чтобы у нас было восприятие не через призму вашей доктринальной церковной группы или вашего конфессионального восприятия этого вопроса. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на то, как на это смотрит Библия. Очень просто и лаконично. Я не хочу, мне не интересно ваше мнение или мнение ваших религиозных группировок и ваших предков, которые думали, что на кого Бог пошлет. Помните, когда мы подкидывали кирпич с детьми и разбегались в разные стороны с криком «на кого Бог пошлет?» И у всех складывалось мнение, что это Бог посылает кирпич на кого-нибудь. В действительности это не так. И мы посмотрим, что говорит... Вот послушайте, есть мнение традиционное, религиозное. Есть мнение библейское. А что Библия на эту тему говорит? Конечно же, все, кто говорят, что Бог посылает нам проклятие, страдания, чуму, мор, болезни, смерть. Это Бог на нас послал. Это Он нас хочет чему-то научить. Он такой злой. Он нас учит чему-то. Бог не злой. Бог добрый, Бог благой, Бог хороший. Поэтому не нужно приписывать Богу то, чего у Него нет. Ну что ж, дорогие домверовцы, вы взяли свое кофе, я надеюсь. Давайте начнем с этой темы. Господь, благослови нас. Благослови нас изучать Священное Писание. Благослови нас получать откровения. Благослови нас познавать Твою волю. Мы хотим знать Твою волю. Аминь. Ну что, давайте начнем с изучения. Итак, Священное Писание говорит нам... Вообще, книга Иова древняя. Давайте начнем с этого. Самая древняя книга. То есть, она была написана раньше всех. Раньше всех. Это поэтическая книга. Она была написана в рифму. То есть, это как песня была или рифмованная книга. Это книга эмоционального переживания. Если в двух словах передать, кто-то из вас, может быть, не читал. Книга Иова начинается с того, что на небесах где-то там встречается Господь и дьявол. И у них идет диалог. И диалог за Иова. После этого у Иова начинается череда проблем. Одно, второе, третье, четвертое. Он теряет имение, теряет семью, детей. У него начинаются проблемы. Потом он сам покрывается проказой. И весь сидит в проказе и скребет себя черепком. Вот. И вот Иов скребет себя черепком. Дальше приходят к нему его друзья. И начинают ему говорить. Это у тебя, это у тебя, это у тебя. Каждый начинает умничать. Мы поговорим о том, о чем говорили его друзья. Но в конце Иов, пройдя свой путь, получает все обратно в два раза больше. И еще живет в достаточно хорошем промежутке времени. Давайте прочитаем книгу. Послание Иакова. В Новом Завете, сразу же после Евангелия. Откройте, пожалуйста, послание Иакова. Здесь написаны такие потрясающие слова. Послание Иакова. И я вместе с вами открою, чтобы вам было полегче. Если у вас есть ручка, конспект, то думаю, что было бы неплохо вам конспектировать. Это библейское изучение Библии. Послание Иакова, страница 160... 170, наверное. 172. Послание Иакова, 5 глава, и будем читать 11 стих. Страница 172 в Синодальной Библии. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного его от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Господь весьма милосерд и сострадателен. Вы видели не начало, а конец. Ну что ж, давайте не будем долго кривиться. И сразу же обратимся к концу. Какой был у Иова конец? Переходим к книгу Иова. К последней его главе. Или давайте начнем с Иова сначала, а потом перейдем к концу. Кто был Иов до страданий? Кто Иов был до страданий? Иова 1 глава и с первой стиха начнем. С первого по третий стих. Иов 1 глава, с первого по третий стих. Иов был человек в земле Уц. Имя его Иов. Книга пророка Иова, сейчас на экран выведем. Этот был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Ну красавчик просто. И родилось у него 7 сыновей и 3 дочери, 10 деток. Имение было следующее. 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар валов и 500 ослиц и весьма-весьма много прислуги. Знаете, как мне интересно всегда, что считали ослиц и верблюдов, а вот прислугу не считали. Это как-то интересно получается. И был человек знаменитый всех сынов Востока. Короче, крутой человек. 3 тысячи верблюдов, 500 пар валов, это значит 1000 быков, 500 ослиц и весьма много прислуги. Давайте посмотрим теперь самый конец. Идем в самую последнюю главу этой книги. 42 глава, страница 568 в Старом Завете. Открывайте. Под конец Иова. Мы читали в Иакова, что конец Иова от Господа. Не начало. Конец Иова от Господа. Это нужно четко, чтобы мы четко понимали, что у Иова конец Иова был от Господа. И я буду читать со стиха 10. И возвратил Господь. Кто возвратил? У меня вопрос к вам. Кто возвратил потерю? Иова 42 глава, 10 стих. И возвратил Господь Иову потерю его. Когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову больше того, что он имел прежде. И 12 стих сразу же перейдем на 12 стих. И благословил Бог Иова последние дни более нежели прежние. И благословил Господь последние дни Иова более нежели прежние. У него, конечно, его дети погибли. Это горе. Но у него было 14 тысяч мелкого скота. Дети родились новые. У него снова родились детки. Это слава Богу. Но 14 тысяч мелкого скота. А было сколько? Давайте, кто помнит. Было 7 тысяч мелкого скота. Стало 14 тысяч. Дальше. 6 тысяч верблюдов. У него было сколько? 3 тысячи верблюдов. Дальше. У него было 500 порвалов. А теперь? Тысяча порвалов. И ослиц. У него было 500. Теперь тысяча. Потрясающе. Потрясающе. И 13 стих. У него было 7 сыновей и 3 дочери. И дальше он дает им имена. И вот последний стих. 17 стих. Откройте 17 стих. Самый последний стих. И умер Иов в старости. Насыщенный днями. Насыщенный. Он насытился. Иова 42 глава. 17 стих. Насыщенный днями. Он насытился днями. Стихом выше. 1 стих выше. 16 стих. После того Иов жил 140 лет. Вот после этих всех событий Иов еще жил 140 лет. Все прошло. Иов еще продолжал жить 140 лет. Боже мой. И видел сыновей своих и сыновьих до четвертого рода. Потрясающе. Итак. Иаков. Брат. Господа Иисуса Христа. Пишет. Что Иов. Видел. Сыновей до четвертого рода. Прожил 140 лет. Получил имение в 2 раза. Конец Иова. От Господа. Конец Иова. От Господа. Когда многие говорят, что начало проблем Иова от Господа. Я не нахожу в этом библейского подтверждения. Когда мне говорят, что это Господь на него послал все зло. Это неправильно. Это перевирание фактов. Господь не посылал на него проклятие и зло. Но он прожил долгую благословенную жизнь. И тут начинает возникать. Иов всю жизнь страдал. Вот 42 главы пока читаешь. Вся жизнь Иова была в страданиях. Вы знаете, что интересно, что зададимся таким вопросом. А сколько лет страдал Иов? Вот по вашему мнению. Книга Иова, если кто читал. Сколько лет страдал Иов? Он прожил после. Давайте предположим, что после страданий он жил еще 140 лет. Предположим, что у него родилось 10 детей. Если у Иова родилось 10 детей, сколько ему лет должно быть? Примерно. Но если в год по ребенку и женился он, скажем, в 25 лет, то где-то ему должно быть около 40-45 лет. То есть у него должно быть где-то 40-45 лет. Получается, что если Иова 40-45 лет, плюс еще он прожил 140 лет, то тогда получается всего он прожил 180-200 лет. Теперь, вот здесь между его 45-летием и сколько прошло времени, когда Иов страдал? Существует мнение, что Иов страдал годами, лежал там десятилетиями, страдал, лежал годами. Он мучился, он просто не знал, куда деться. И проходили год за годом, год за годом, год за годом длились. Иов мучился, а время шло, а Иов мучился, а время шло, а Иов мучился. И вот это время не кончалось, оно продолжало. И вот он уже даже не знал, уже сил нет. Это такое, знаете, как превратное мнение, что Иов страдал много десятилетий, много лет страдал. Создается впечатление. Но когда мы читаем Писание, мы обнаруживаем совершенно другую картину. Страдал ли Иов десятилетия, столетия? Интересно. Ну, давайте посмотрим, что Писание по этому поводу говорит. Говорит ли Писание по этому поводу хоть что-то? Конечно, говорит. Иова, седьмая глава. Откройте книгу Иова, седьмая глава. И третий стих. Начнем смотреть, что Иов говорит. Иова, седьмая глава, третий стих. Здесь написано. Иов, это в начале его страдания. Когда, тогда, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчисленные мне. Иов говорит, что он получил в удел месяцы суетные. Дом Веры, вы меня слышите? Я обращаюсь к прихожанам интернет-общины Дом Веры. Мы с вами изучаем. Пожалуйста, участвуйте в этом обсуждении. Не месяцы суетные, не годы, не десятилетия, а месяцы. Ты скажешь, ну это седьмая глава. Может быть, в седьмой главе еще только месяцы были. Хорошо. Пройдем до двадцать девятой главы. Переходим в двадцать девятой главе. Книга Иова, двадцать девятая глава. Сегодня у нас изучение Библии. Я Максим Максимов. И мы с вами изучаем Священное Писание на тему книги пророка Иова. Что Писание говорит? Двадцать девятая глава с первого стиха. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, о, если бы я был молод, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хоронил меня, когда светильник его светил над головой моей и при свете его ходил среди тьмы. Посмотрите, Иов говорит, как в прежние, не годы, а месяцы. Это уже второе подтверждение. Другими словами, ну, мы говорим о том, что в прежние месяцы, в прежние промежуток, то есть я не знаю сколько, месяцев может быть много, может быть двенадцать месяцев, может быть восемнадцать месяцев. Но я предполагаю, если бы был год, он бы сказал, как в прошлом году или в прошлом десятилетии, месяцы это месяцы. Могу предположить, что его страдания длились, может быть, я так думаю, от шести месяцев, потому что он не сказал один месяц месяцы, от шести до двенадцати, пятнадцати месяцев. Другими словами, это был промежуток его страданий месяцы, не всю жизнь. Это был короткий промежуток жизни. Сорок лет примерно до страданий, сто сорок лет после страданий и несколько месяцев с вами страдания. Вы улавливаете мою мысль? Я хочу еще раз, чтобы вы подчеркнули мысль, задумались над ней. Пожалуйста, драгоценные мои, подумайте. Прежние месяцы. Бог... Вы понимаете разницу между годом и месяцем? Это большая разница. Его страдания не длились вечно. Следующее. Когда смотрят на книгу Иова, многие люди начинают цитировать. И вообще книга Иова на девяносто процентов состоит из речей. Что значит случилось? Вот смотрите, первые несколько глав книги Иова. Первые несколько глав книги Иова. Это история, когда у него все началось. И с третьей главы к нему приходят... С четвертой главы приходят друзья и начинают свои речи. И вот в каждой главе это речь какого-то друга или Иова. Они рассуждают философские речи. Каждый говорит, а вот это вот это, а вот это вот это, а вот это вот это. И вот друзья, они говорят всякие гадости. Они говорят, ну, цитируют странные вещи. У них странные идеи. И каждый из друзей имеет свою, ну, давайте так, свою философскую концепцию. Своё философское ощущение мира. И вот что говорит Бог по поводу друзей Иова? Когда вы слышите, что проповедник цитирует что-то из Библии, из книги Иова, и ссылается на речь друзей Иова, когда он ссылается на речь друзей Иова, и говорит, вот смотрите, что в Библии написано. Вот здесь написано, в Иова, в такой-то главе, там написано, что вот это вот это вот это. И многие говорят, ооо, вот это серьезно. Давайте сейчас посмотрим. Сорок вторая глава. Откройте, пожалуйста, сорок вторую главу. И прочитаем седьмой стих. Когда все заканчивается, и вот Господь говорит не только к Иову, но говорит и к его друзьям. И было после того, как Господь сказал те слова Иову. Седьмой стих. «Сказал Господь Елефазу Фемотинянину, и говорит, гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». «Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И здесь дальше написано, что они пошли и так и сделали. Эти друзья покаялись. Они пришли и сказали, «Ой, Иов, Господь нас обличил, мы неправильно говорили про Бога». Другими словами, Бог признал их речи еретическими, они покаялись за свои речи, и эти речи остались в книге Иова, законспектированные. Другими словами, если кто-то вам цитирует, речь Елеофаза, или Вилдада, или Сафара, я вас очень прошу, друзья мои, я вас очень прошу, не цитируйте их речи, не цитируйте, не цитируйте речи друзей Иова. Они неправильно представляли Бога и духовный мир, и неправильно давали советы Иову. Другими словами, на 80% книга Иова состоит из советов вот этих трех умников, о которых Господь сказал, покайтесь за ваши слова. Уловили мысль, да? Будьте очень осторожны с цитатами из книги Иова. Не нужно просто так взять и сказать, вот брат Елеофаз сказал. Да, брат Елеофаз покаялся за то, что он сказал. И поэтому вам нужно четко знать, что лучше его не цитировать. Лучше его не цитировать. Не будьте наивными, не надо цитировать. Хорошо. Итак, когда начинаются страдания? Бог смотрит на Иова очень особенно. Откройте книгу пророка Эзекииля. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Эзекииля. И прочитаем оттуда вместе. Книга пророка Эзекииля. 14 глава, книга пророка Эзекииля, 14 глава. Как Бог относится к Иову. О чем пророчествовал Эзекииль? Это страница 820, сейчас скажу. Даже 814 глава с 13 стиха. Будем читать. «Сын человеческий, если бы была какая земля?» Книга пророка Эзекииля, 14 глава, 13 стиха. «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мной и верил у нас, увед меня, я просил руку на нее и истребил в ней хлебную опору и послал на нее голод, стал бы губить на ней людей скот, если бы нашлось в ней три сии мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только души свои, говорит Господь Бог». Когда Бог говорит об Иове, Он считает его праведником. Вообще у Бога отношение к Иову как праведнику. И дальше 19 стих. «Или если я послал на эту землю, то глава только другой стих, 19, «моровую язву излил на нее ярость мою кровопролитие, чтобы стремлять на ней лискот, 20 стих, то Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, и праведность своей только не спасли бы души свои». Бог видит Иова совершенным. Бог видит Иова благословенным. Бог видит Иова особенным. Бог видит Иова благословенным. Он, Бог относится к Иову как к совершенному. Вы знаете, когда мы смотрим на глаза Божьи, Бог смотрит и видит в Иове что-то особенное. И когда мы говорим, ну вот видишь, хороший парень, а Бог его взял и вот так обломил. В действительности это не так. Давайте откроем Иова первую главу, перенесемся в начало. И посмотрим, как вся история закрутилась с Иовом. Иова первая глава. И я буду постепенно вас подводить вот к откровению о страданиях Иова. В действительности кто-то находит причины, чтобы сказать, что Бог все это сделал ему и это Бог его наказал. Очень спорный момент. Я с вами не буду спорить, я просто скажу следующее. Бог любил Иова. Бог любил Иова очень-очень сильно. Иова первая глава, седьмой стих. Здесь написано так. «Пришел дьявол пред присылом к Господу и сказал Господь Сатане, откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, восьмой стих. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Бог любил Иова, ценил Иова и был удовлетворен им. Бог гордился Иовом как человеком, который находился в правильной позиции перед ним. Бог очень любит тебя. Бог гордится Иовом. И когда пришел дьявол к Богу, этот змей подколодный, Бог говорит, там есть мой парень, мой парень особенный, мой парень великий и благословенный. Давайте посмотрим Луки 22 глава. Откройте Луки 22 глава и прочитаем стих 31. Дьявол пришел, чтобы разрушать, вообще концепция дьявола разрушать все, что Бог созидает. 31 стих «Искал Господь Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, как ты некогда обратившись, утверди братьев твоих». Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Эта ситуация очень похожа на ситуацию с Иовом. Смотрите, 12 стих. Иова 1 глава, 12 стих. Иова 1, 12. «И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошелся от лица Господня. Вы знаете, вот здесь начинается вся ситуация. Весь мир лежит во зле. Дьявол управляет этим миром. Дьявол Господень. Господня дела разрушает. Дьявол Господню волю хочет разрушить. Детей Господних желает уничтожить. Если посмотрите 1 послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, 1 послание Иоанна, написано, что весь мир лежит во зле. Вам не обязательно открывать, поверьте, оно написано, весь мир лежит во зле. Вокруг зло. И вы, как маяки, светильники, и Бог смотрит на вас, и Он видит вас особенными, благословенными. Но приходит дьявол, который хочет закрутить в вашей жизни катастрофу. И когда в жизни человека что-то происходит, многие люди начинают говорить, что это Бог мне сделал. Но вы должны знать, Бог этого не делал. Все проблемы Иова были не от, давайте так скажем, не от Бога, а все, что с ним случилось, это было от дьявола. Да, в действительности, у Иова были дети проблемные. И они любили вечеринки, партии, выпивку, любили красоваться. И дьявол атаковал их. Иова была слабость. Иова 3 глава, 25 стих. Иова 3, 25. Здесь написаны такие слова. Иов говорит, чего я боялся, чего я ужасно, то и постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Да, в действительности, он боялся своих детей. У него дети были не, давайте так скажем, не горели Богом. Они были номинальные верующие. Они были такие, они ходили в церковь, и они, все было классно. Посмотрите, Иова 1 глава, 4 и 5 стих. Сыновья же Иова сходились, 1 глава, 4 и 5 стих. Сыновья же Иова сходились, делая пиры каждый в доме своем, в свой день. И посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда курук пир совершался, Иов посылал за ними и освещал их. Вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. И бы говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так дел Иов во все дни такие. Другими словами, у них были пьяные вечеринки, у них было веселье, они там что-то веселились. И Иов собирал, он боялся. Послушайте, чего ты боишься, то и приходит тебе. Дверь, давайте так, боязнь это открытая дверь для проклятия, для зла. Страх это манипуляция дьяволом. Он управляет этим миром через страх. Иов получил, у Иова было слабое звено, открытая дверь. У него была открытая дверь для атаки. Страх. Если вы не победите страх, если вы боитесь чего-то, вы должны знать, что это использует дьявол для того, чтобы прийти со злом в вашу жизнь. Итак, выводы делаем. Сегодня у нас первый урок, завтра мы продолжим наше изучение. Книги Иова. Но первый урок. У Иова был страх за детей. Это было атаковано. Бог не посылал проклятия. Друзья Иова говорили чушь. И они покаялись за это. Иов был очень праведным и благословенным человеком. Но его атаковал не Бог, а дьявол. Мы начинаем такую классическую библейское изучение этой книги. Будем шаг за шагом идти. Поэтому я даю вам задание, пожалуйста, прочитайте книгу Иова. Прошлудируйте ее. Мы будем с вами рассуждать шаг за шагом, что и как происходило. У нас возьмет несколько уроков. Мы будем изучать с вами, смотреть на библейский взгляд, на страдания. Посылает ли Бог проклятие или нет. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение над вами. Да пребудет с вами Господь. Да благословит вас Господь. Да направит. Да вразумит. Да укрепит. Да даст вам откровение и священное описание. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю Бога за каждого из вас. За ваше партнерство, за ваше участие. Благодарю Бога за то, что вы поддерживаете наше служение. Ваши действительные приношения помогают нам распространять Евангелие. Хранит вас Господь. Сегодня с вами был Максим Максимов. И я верю, что у вас будет огромное благословение в жизни. Ценю и дорожу каждому из вас. Пускай Бог направляет, поддерживает вас, укрепляет, ведет вас, защищает, вразумляет. Пускай Господь пребудет с вами. Спасибо за ваше участие и партнерство. Встретимся завтра. И задание прочитайте книгу Йова. Будьте благословенны.